Привет, мои дорогие друзья, братья и сестры во Христе, гости, подписчики канала «Последнее время». Сегодня я опять вышел в эфир, есть побуждение от Господа. Прошу вас, чтобы вы молились обо мне, чтобы это служение развивалось и росло, чтобы Бог действительно работал и действовал в этом служении, чтобы Он касался и вашего сердца и укреплял мое сердце и мою жизнь, чтобы Господь нас готовил к вечности, чтобы Господь созидал наше сердце и вел нас дальше. Это очень важно, потому что мы живем в непростое, сложное время. И то, что мы живем в последнее время, это, как я уже и говорил, видно невооруженным глазом. Поэтому, друзья, нужно готовиться, как никогда. Нужно готовиться к встрече с Господом нашим Иисусом Христом. То ли у меня сердце остановится, я умру и встречусь с Ним, то ли Он сам придет, вознесет меня, то ли мы умрем, а потом воскреснем из мертвых и встретимся с Ним. И, друзья, написано, что идите, ибо уже все готово. Господь нам готовит брачный пир, и невеста Его, Церковь Его встретятся с Ним однажды, в день онный. Мы встретимся с Ним однозначно. И сам Дух Святой, я надеюсь, вам и мне свидетельствует, что это правда, что это истина, что Господь нас ждет там на небесах, куда Он вознесся, и Он нас заберет однажды. И если даже мы умрем, то мы воскреснем, и в любом случае мы будем с Ним. Поэтому нам нужно сохранять Ему верность, идти за Ним до конца. А также у меня в мыслях появились такие мысли, чтобы все-таки в ближайшее время попробовать сделать маленький, может быть, пробничек прямого эфира. Я помолюсь об этом, и вы молитесь об этом событии, чтобы это все состоялось. Я не знаю когда, но ориентировочно, как я когда-то вам говорил и планировал, возможно, это будет в пятницу вечером. Я думаю, это идеальное время, часов 7. Это будет минут 40, может быть, до часа. Я думаю, мы какую-то тему возьмем для обсуждения, и вы сможете онлайн задавать вопросы, где я онлайн смогу вам отвечать. И если я не все смогу вам ответить или не буду компетентен на данный момент ответить, то я вам отвечу потом в своих видео. Я думаю, это всех нас воодушевлит и ободрит. Единственное, что, возможно, качество видео будет чуть-чуть другим, потому что я сейчас записываю на камеру, а видео онлайн, трансляции буду вести через веб-камеру, которая не очень хорошего качества. Я думаю, что вы меня разглядите, а главное, чтобы вы меня услышали. Я думаю, а я услышал вас. Это прекрасно знать Господа, прекрасно наполняться Его Духом каждый день, прекрасно ходить с Ним, радоваться, просто торжествовать, ликовать Его победе, то, что Он умер и воскрес из мертвых. Тем самым Он победил, разрушил силу греха и смерти. Друзья, сегодня я вкратце хотел бы с вами поговорить на одну тему интересную, которая волнует многих христиан и задает мне вопросы по этой теме. Я вкратце ответил под каким-то видео, но решил всё-таки сделать маленький обзорчик, чтобы мы подумали, просто поразмыслили. Я никому не навязываю это мнение, а просто изучайте Писание, и вам Господь это откроет, как мне однажды это открыли. Итак, субботу нам соблюдать или воскресенье. Друзья, какой день нам нужно соблюдать сейчас, как верующим, 21 века, да, 2017 год на дворе. Мы живём в современном мире, технологии. Но это не важно. Господь Иисус Христос вчера, сегодня и в веки тот же, правда? Единственное, что раньше люди жили по закону, а сейчас люди живут по благодати, по благодати Иисуса Христа. Нам не нужно исполнять закон Моисея, потому что Иисус Христос только смог его исполнить. Никто из людей его исполнить на земле не может. Мы не спасаемся законом, друзья, мы спасаемся верой в Иисуса Христа. Только Иисус Христос исполнил весь закон Моисея, потому что Иисус Христос Бог, и только Он может исполнить весь закон. Друзья, об этом чётко и ясно говорит апостол Павел в своих посланиях. Поэтому вопрос остаётся, какой же день недели нам соблюдать? Воскресенье или суббота? Суббота или воскресенье? Многие христиане ссорятся, многие христиане ведут эти бесполезные разговоры. Надеюсь, сегодня мы поставим точку в этом вопросе и больше никогда не будем поднимать эту тему. Пусть Господь вам откроет это раз и навсегда. Значит, смотрите, друзья, конечно же, я не буду со своего ума говорить, потому что у меня ум ограничен, а есть Слово Божие, есть Писание. Итак, мы знаем, что Иисус воскрес в воскресенье, правда? Даже в славянском мире названо это слово «воскресенье». Что такое воскресенье? После субботы следует воскресенье. В английском языке «сундей» буквально переводится «в солнечный день», а у нас переводится «в воскресенье». Откуда это вообще пошло название «дня недели»? Есть суббота, есть пятница, суббота, воскресенье. Так вот, пошло оно именно от того, что Иисус воскрес именно в этот день. И своим воскресеньем, когда Христос воскрес, теперь христиане по всему миру празднуют именно этот день, потому что в этот день воскрес Иисус Христос. Друзья, мы это должны чётко и ясно понимать. Дальше, смотрите, в пятницу его распяли. Страстная пятница. Помните, говорят, Страстная пятница? А потом, значит, мы считаем, пятница, суббота, воскресенье. В третий день он воскрес. Он во время, когда он умер, он сошёл в ад и проповедовал этим духом нечистым в аду. Я сейчас не буду касаться этой темы. Может, мы тоже когда-то коснёмся этой темы. Кому он проповедовал, кто там спасся, кто не спасся в аду. Вот за это время, пока он отсутствовал, он не был на небесах, как многие думают. Он сошёл в ад, а потом он воскрес. Он проповедовал там духом, и об этом тоже чётко говорит. Писание. Я сейчас вкратце, не буду долго, ну, как бы... Я, может быть, эту тему тоже подниму. Это очень, кстати, интересная тема. Дальше. Первые христиане начали собираться именно этот день и чтить его особенно, потому что это день воскресения Иисуса Христа. И вот доказательства. Давайте прочитаем. В первый же день недели, в первый же день недели, запоминайте и подчеркните, в первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, почему именно в первый день недели, а не во второй, не в третий, не в четвёртый. В первый день недели. Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними, продолжал слово до полуночи. Ещё один момент. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских. В первый же день недели. Каждый из вас, опять же, тоже повторяется, уже в другом послании апостол Павел говорит. В первый же день недели, в первый, каждый из вас отлагает у себя, изберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не сделать сборов, когда я приду». Итак, первый день недели — это воскресенье. Это не понедельник, это не вторник, не среда, не пятница. Это имеется в виду именно воскресенье, первый день недели. Кстати, если я не ошибаюсь, у американцев, по-моему, в календаре первый день недели — воскресенье. Ну, мы же не живём по американскому календарю, мы просто, я вам говорю, почитайте, изучите, что значит первый день недели. Это воскресенье, друзья, и первые христиане чтили именно этот день. И чтили не по закону, потому что так надо, потому что так Христос заповедовал. Нет, Христос нигде не заповедовал никакого дня, потому что они таким образом чтили то, что сделал Иисус Христос, и именно собирались в этот день в память о том, что Он воскрес из мёртвых, друзья. Есть ещё такое место, где написано, что Иисус есть Господин субботы. И есть ещё такое место, где написано, «Входим в субботний покой мы, уверовавшие во Иисуса Христа». То есть мы входим в субботний покой, в субботу вообще, в покой, не через исполнение какого-то определённого дня, а входим через веру в Иисуса Христа. Понимаете разницу? Но сейчас давайте зачитаем это место. Я взял немножко издалека это послание к евреям. Давайте зачитаем. Это очень важное, интересное послание, изучите его очень внимательно. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал вон народ и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моём, что они не войдут в покой мой». Что они не войдут в покой мой. Обратите внимание. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога Живого. Видите, как написано, интересно, то есть речь не идёт о соблюдении какого-то дня, а речь идёт о покое. И для того, чтобы сохранить этот покой и войти в этот покой, нам нужно внимательно относиться друг к другу и к себе самому, испытывать, верили ли я. Написано, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого, хитрого и неверного, дабы вам не отступить от Бога Живого. То есть войти в покой, это значит иметь сердце чистое и иметь сердце верное. И в покой войти, это равно познать Бога, другими словами. Потому что покой именно и даёт сам Иисус Христос. Он говорит, я даю вам свой мир. Не так, как мир даёт, я даю вам мир свой. Поэтому это всё синонимы, друзья. Войти в покой субботний, это значит познать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Понимаете? Понимаете, о чём я? И дальше. Но наставляйте друг к другу каждый день, пока можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Опять речь не идёт о соблюдении правила какого-то, а речь идёт о чистоте нашего сердца, чтобы мы не ожесточились. Потому что если мы ожесточимся, мы будем вычеркнуты из книги жизни. Мы потеряем покой Божий, понимаете? И мы не войдём в обитованную землю, о том, о чём клялся Господь. Это всё про образы Ветхого Завета. И в Новом Завете то же самое. Не думайте, что если вы распознали Христа, то вы дойдёте до Царствия Божьего. Нужно ещё сохранить, нужно дойти до конца. Потому что сколько людей погибло в пустыне, помните? Очень много людей, тысячи погибли за своё неверие, за своё ожесточение, за то, что они искушали Господа, за то, что они вот так себя вели в гордыне. Поэтому, несмотря на то, что они вышли из Египта, из дома рабства, они все дошли, дошли единицы, друзья. И потомки только дошли. Поэтому это очень серьёзное предупреждение. Если ты встал на этот путь, иди до конца. Иди до конца, не останавливайся. Не смотри назад. Не смотри на Египет. Назад, в рабскую жизнь свою. Иди вперёд. И только смотри вперёд. Не оборачивайся, не смотри. Помните, Иисус говорил, «Никто, возложивши руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадёжен для Царствия Божьего». Друзья, это очень серьёзно, очень важное учение. Очень сила в этом заключается, чтобы мы шли только вперёд. Итак, написано, «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь, твёрдо сохраним до конца. Если только начатую жизнь, твёрдо сохраним до конца. А если не сохраним до конца начатую жизнь». Понимаете? То мы не войдём. Мы не войдём в покой. «Доколе говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропыта». Итак, не ожесточайте сердец ваших. Нигде не написано о соблюдении субботы, друзья. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышившие из Египта с Моисеем». Многие роптали. Многие роптали. «На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?» Понимаете, друзья? Они согрешили, их кости пали. Они не вошли в обитованную землю. Что для нас является прообразом. Если мы будем грешить в своей христианской жизни, мы не войдём в Царство Небесное. Мы не будем достоены Царства Божьего. Царство Небесное на небесах, Царство Божье на земле. Понимаете, друзья? Мы на себе поставим крест. То есть ты стал на этот путь, но ты можешь не дойти. И никто тебе не даст гарантии, если ты сам себя не будешь хранить в чистоте и святости. Если ты сам не будешь хранить себя от лукавого, если ты не будешь верить в Иисуса Христа и идти за Ним. Понимаете? Вот что такое быть в покое Его и входить в покое Его, друзья. Итак, кто-то согрешил, те пали в пустыне, те не вошли в обитованную землю. Если ты согрешишь, ты не войдёшь в Царство Небесное и в Царство Божье, друзья. Это всё прообразы. Это всё прообразы. Я же ничего не выдумываю. Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как ни против ни покорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Всё, друзья, на этом можно поставить точку. Всё Писание чётко нам показывает, ясно и чётко, что мы входим в покой уверовавший. Уверовавший. И не входим за неверие. В покой, в субботу, в субботний покой. А входим в покой мы уверовавшие. Если ты уверовал, ты входишь в субботний покой. Если ты не уверовал, ты никуда не входишь. Хоть соблюдай ты понедельник, вторник, среду, четверг, ты никуда не войдёшь. Только вера в Иисуса Христа вводит тебя в покой Божий. В субботу тебя вводит, понимаете? Это мы евреям читаем дальше, друзья. Давайте ещё раз зачитаем. А входим в покой мы уверовавшие, так как он сказал, я поклялся во гневе моём, что они не войдут в покой мой. Не войдут. Потому что не верили, потому что искушали Бога, потому что гордились, потому что роптали, и так далее, и так далее. Друзья, если ты себя узнаёшь здесь, как христианин, кайся, больше так никогда не поступай. Если ты действительно хочешь войти в покой Божий, войти в Царство Небесное, в Царство Божие потом. «Я поклялся во гневе моём, что они не войдут в покой, хотя дела его были совершенны ещё в начале мира. Ибо негде сказано в седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И ещё здесь не войдут в покой мой». Итак, друзья, что я хочу сказать в заключении. В субботний покой входят уверовавшие в Иисуса Христа, а не соблюдающие субботу. Понимаете? Важно быть во Христе, верить в Него. Понимаете? Быть во Христе. Тот, кто во Христе, тот новое творение. А не соблюдать субботы, или воскресенье, или там ещё какие-то соблюдения. Это всё законничество, друзья. Откиньте всё это раз и навсегда, и забудьте об этом. И вы должны понимать разницу, что значит быть во Христе или соблюдать субботу. Понимаете? Очень будьте осторожны в этом плане, потому что можно так перейти закон и стать законниками, и исполнять закон. Но тогда нужно и обрезание вам делать, если вы субботу исполняете. А вы делаете обрезание? Вам обрезываться тогда надо. Иисуса обрезали в восьмой день. А почему вы не обрезываетесь? Если вы субботу соблюдаете, то и обрезываетесь тогда. А в чём проблема? Непонятно. А значит, смотрите, если мы во Христе, если мы верим Иисуса Христа, значит, мы в покое Его. 24 часа в сутки, каждый день. Понимаете? Без перерыва мы в покое Иисуса Христа, если мы в Него верим. И, следовательно, нет смысла придерживаться какого-то дня, потому что это всё ветхое. Будьте во Христе. Будьте во Христе, друзья. Вот и всё. На сегодня всё, друзья. До следующей встречи. Молитесь о том, о чём я вам говорил. Пусть Господь хранит вас и ведёт в духе, а не в делах закона. Пока. Субтитры подогнал «Симон»